Прошу вас. И, конечно же, это очень приятно. Всё, отлично. Итак, у нас тема сегодня очень интересная для меня. Почему? Потому что воспитание гармонично развитой социально ответственной личности. Это очень ценно. И, конечно, на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Тема будет очень интересной. И я попробовала его рассмотреть не стандартно, а немножко с другой стороны, более разнообразно. Итак, давайте для начала разберёмся в терминологии. Гармонично развитая личность. Кстати, если по ходу вебинара у вас возникнут вопросы, пожалуйста, в чате нажмите «Вопросы» и там запишите, чтобы они не потерялись. Потому что иногда бывают отклики, а они проходят быстро. А чтобы я смогла ответить на ваши вопросы, их попадайте уже туда. Итак, давайте рассмотрим, что такое гармонично развитая личность. Это личность с оптимально интегрированной внутренней динамической структурой. То есть внутренней состоянии человека в гармонии. Он оптимально согласован с внешним миром и при этом оптикально протекающей жизнедеятельностью и в развитии. То есть он по жизни движется, развивается, ему комфортно, ему хорошо. Вот это и есть гармонично развитая личность. По сути, гармонично развитой личности ничего не надо делать. Даже если мы посмотрим в музыке, гармония всегда связана как-то с музыкой. В музыке есть диссонансы, и эти диссонансы заставляют двигаться в гармонии, к гармонии. Гармонии как таковой в природе очень мало, но есть вечное стремление. И вот свет и тени движением гармонии двухполярностей заставляют людей двигаться, изменяться. То есть если взять гармонично развитые личности, абсолютно такой, вряд ли она существует. Но она в какие-то часы дня, в какой-то момент, где себя прекрасно чувствует, я гармонично развитая личность, я занимаюсь тем, что хочу. Вдруг происходит в жизни что-то такое, проходит мимо человек с другим настроением и нарушается гармония. Но человек, у которого есть вот этот внутренний стержень гармоничности, он быстро приходит в нормальное состояние, в оптимальное состояние, он согласовывает свои действия. И смотрим, что получается. Эта личность имеет равномерное развитие во всех сферах деятельности, у него отсутствуют внутренние конфликты, имеет достижения в различных направлениях, присутствуют специальные навыки и умения, которые выделяются на фоне остальных. То есть быть гармоничным, это не значит быть таким же, как все. Это значит соответствовать определенным правилам, плюс иметь свой личностный интерес. Если у человека нет внутреннего своего представления о себе, если у него нет достижений в определенных направлениях, это приводит к какому-то дисбалансу. То есть если взять гармонию, это та почта, на которой может произвести какой-то талант. Это благоприятная среда. Итак, идем дальше. Следующая фраза в нашем заглаве есть такая фраза «социальная ответственность». Это ответственность, которую человек испытывает перед обществом. Духовно-нравственные ценности. Это совокупность моральных, религиозных, нравственных, этических убеждений человека, представляющих для него лично значимость. Когда мы просто анонсируем вот это нравственно, но человек не пережил на себе это, то получается, что это для него не имеет значимости. Наша задача педагогов сделать так, чтобы эти ценности стали для человека личностными, своими. Он должен передумать, переосмыслить, он должен осознавать, что-то сделать сам, чтобы действительно эти ценности для него стали его личными ценностями. То, что написано на бумаге, на плакате, в книге, для него не имеет особого значения. То есть наша задача, поэтому здесь слово «для него» выделено именно, потому что эта ценность должна быть для него. В 2015 году был вынесен такой документ, программа «На 10 лет», согласно развитию воспитания в Российской Федерации, духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России. И тут даны некоторые понятия, какие должны быть. Это человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей, своим отечеством. Ну, например, человеколюбие – это понятная честь, понятное слово, да, когда человек любит других человеков, других людей. Но даже здесь имеет своё двоякое отношение. Почему-то мы людей делим на врагов, на друзей. Получается, некоторые разногласия, то есть это слово имеет в себе двойное дно. Справедливость. Что такое справедливость? Вообще разобраться с этим условием – это риторическое слово. Честь. Вот честь, оно более-менее понятно. Когда человек имеет свои личные ценности, и он соответствует им. Совесть. Ну, совесть определяется тем, что в душе щемит, когда ты что-то делаешь не то. Когда ты поступаешь против природы, против своей природы, в организме человека запускается некая система, которая даёт сигналы, что вы плохо себя чувствуете. Да, запись будет, она будет выставлена в Ютубе через пару дней. Итак, продолжаем. Воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга. Сейчас пойдём дальше и рассмотрим вот эти понятия более подробно. Спорное выражение справедливости. Что такое справедливость? В советскую эпоху была справедливость, когда отнимали у богатых людей имущество и давали его всем, раздавали. В другом обществе это называется посягательство на частную собственность. Смотрите, получается спорное выражение. Казалось бы, справедливость. У вас в школе, в классе ребёнок пошалил, он плохо себя повыкнул, он крикнул. Вы по справедливости его ругаете. Но если посмотреть, расширить рамки, что получается? Кто-то его толкнул об обидель или что-то сделал, у него была реакция. Первое, от него не исходила акция, а реакция, ответная реакция на какое-то явление. И что он оказывает того, кто более активно вызывал свои эмоции, крикнул или нарушил правила? И где тут справедливость? Получается очень спорное выражение. Спорность этого выражения мы посмотрим и дальше. Стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, семьёй и своим отечеством. Вот что такое нравственность? Вот нравственность, казалось бы, простое слово, и все знают, что нравственность хорошо. Вот как вы думаете? Вот напишите в чате, нравственным быть это хорошо или плохо. Дело в том, что есть такие высокие понятия нравственности. Но, и пока вы пишете, я иду дальше. Нравственный долг перед отечеством выполняли в Советском Союзе, когда разрушали, забирали собственность у Кулаков и убивали Попов. Это был нравственный долг перед отечеством. Когда Кляус записали, будь бдительным, разоблачай врага под любой маской. Это тоже было нравственностью. И когда в гитлеровской Германии доносили на евреев, на других людей, это тоже был нравственный долг перед отечеством. Люди свято верили, что они правильно поступают. Вот в чём суть. Вроде бы нравственно. Вот, считаю, нравственность, на мой взгляд, это прежде всего внутреннее ощущение, что ты не навредил ни себе, ни окружающим. Хорошее объяснение, хорошее объяснение. Идём дальше, что же у нас получается дальше. И вот есть такой документ, который вышел в 2007 году. Нравственность, ценность структуры сознания, общественно необходимость, способ регуляции действия человека во всех сферах жизни. То есть, что получается? Нравственность политики могут подтасовать под свои личные цели. И когда мы смотрели вот здесь, вот здесь, это как раз та нравственность, в кавычках, которая подтасована под какие-то определённые политические цели. Нравственный долг. Инквизиция тоже была нравственным долгом, когда сжигали на кострах людей. Доносительство тоже вендетта. Это нравственный долг перед семьёй. Сосед убил кого-то, значит, родовая вендетта в Италии, да? Вот семейные вендеты. Дело врачей. Это был нравственный долг, когда стали врачей выгонять с работы. Когда дело композиторов, когда во время собраний, в декаденстве обвинили Прокофьева, Арама Хачатуряна, там потом перешли на писателей, Ахматову, Пастернака. И что получилось? Это весь тоже был нравственный долг. Нравственный долг в интересах государства. И что получается? Оказывается, нравственный долг, нравственность, это очень такое растянутое понятие. Что же нам сделать? Воспитание нравственности. Это воспитание критического мышления, когда человек сравнивает. И соотнесение с ценностями, которые устойчивы многие века. И вот с чем, и как это связано с сегодняшней темой. Ведь национальные традиции, они прошли века, они прошли тысячелетия. И если мы основываемся при воспитании детей на эти основы, именно на эти критерии, то мы хотя бы имеем более стабильные понятия нравственности. И оно более гармонично, возможно. И давайте скажем, что нравственность не подчиняется земным границам. Нравственность для одной семьи, это вендетта по отношению к другой. Нравственность для одной страны, скажем, Германии во времена фашистства, это было безнравственностью по отношению к другим. Нравственность во время коммунистической эпохи, когда доносительством занимались, это было безнравственностью по отношению к людям своего государства, своих соседей. И что получилось? Нравственность будет нравственным, если оно не подчиняется земным границам. Следующее. В жизни нет однозначной. Вот эта Фемида, интересная девушка с закрытыми глазами, которые ставит на весы. Иногда мы очень хотим сказать, это хорошо, это плохо. Самое интересное, если вы возьмёте святые писания, святые книги разных религий, если вы возьмёте сказки народов, вы вдруг увидите, что главный герой где-то хитрит. Он где-то, может быть, обманывает, подстраивается, то есть он не всегда поступает правильно, честно, смело, с открытым забралом. Нет, он подступает, он подстраивается. В жизни на самом деле нет однозначности. Вот сказки этому учат. Закон же приписывают иногда чёрно-белые краски, градации. И поэтому есть такое правило простое. Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. Я ещё раз прочитаю в чате. Нравственность, ненарушение норм и правил общества, умение жить по закону. Вот именно общество может быть разным, и законы пишутся разными. Мы имеем в истории очень многое. Это я просто последние сто лет рассказала. А если посмотреть ещё древние эпохи, ещё древние страны, разные страны, и мы увидим, что есть правила общества, есть временные правила и временные правила, которые ограничены во время, которые вдруг оказывается, что, увы, всё не так-то просто. И давайте посмотрим, что такое высшая справедливость. Высшая справедливость – это не вот эта дама с закрытыми глазами, которые ставит на весы, а милосердие. Высшая нравственность – это доброта в действии, а высшая мудрость – знание и меры. Потому что когда вы делаете добро, её тоже надо знать и меру. В психологии есть очень много моментов, когда люди делают добро другим, но это оказывается во вред. Почему? Потому что мы отбираем у человека возможность самому что-то творить. Но когда человек просит о помощи или что-то, доброта действительно. И вот смотрите, что получается. Те люди, которые в фашистской Германии прятали евреев или других народов, людей, за которыми гналась полиция, они ведь по отношениям к своему государству в то время, в то ограниченное время поступали безнравственно. А в итоге спустя годы мы смотрим, что мы этих людей восхваляем, что они проявили о нравственности, они проявили доброту в действии. Почему? Потому что нравственность – это есть доброта. И доброта не просто на словах, а в действии. Мера нужна во всём абсолютно. Вот «не делай добро», «не получишь зло» – это очень интересная фраза. Она требует долгой разборы, так и, возможно, будет совершенно другая история. Но на самом деле, да, добро должно быть ограниченным. И у каждого своё понятие. Мы думаем, что это к добру, а у судьбы свои сценарии, свои повороты, завороты. И есть люди иногда очень любят вот такие вещи, как яркие слова «абсолютная истина». Абсолютная истина, возможно, есть, но знание об истине ещё не окончательно. У нас учёные постоянно делают много открытий, и даже законы природы, они относительны. Если в геометрии расстояние между двумя точками – это прямая линия, прямая линия, то в космосе эта линия может схлопаться, и вот эти точки вдруг могут оказаться совершенно рядышком. В космосе другие законы. То есть есть такие интересные вещи, нам известны определённые законы. И то, что мы называли чудом в своё время солнечные затмения, вот когда средняя темнела, люди это думали, ой, это чудо, это не знаешь, что это кара небесная. А люди поняли, осознали, оказывается, это плановые, так скажем, мероприятия космические, при котором плановые явления, когда планеты перекрывают друг другу, и солнечный свет не попадает в определённые пространства. И вот что получается? Оказывается, абсолютной истины тоже нет. На что же ориентироваться? Если нравственность, непонятно, что если абсолютная истина, тоже как бы её нет. И мы идём к народным сказкам. Они наиболее приближены к жизни, они взяты из самой жизни. В народных сказках очень... и чтобы... там несколько пластов всегда есть. И чтобы понять, какие же пласты есть в народных сказках, я буду сейчас рассказывать о таких вещах, как архетипы и роли. Итак, посмотрим. Есть распространённые женские архетипы. Это дочь, возлюбленные, стратег, мать, жена, хранительница домашнего очага, подруга. Вот представляем, родилась девочка, маленькая девочка. Она кто? Она дочка. Она вырастает, у неё появляется подруга. Она подруга. Потом в девичестве она влюбляется, и возлюбленная становится женой. Потом рождается ребёнок матерью. После этого она хранит очаг. А став бабушкой, она уже постарше, она уже стратег. Она стратегически мыслит, какое образование дать ребёнку, как устроить его семью, чтобы всё было хорошо. Смотрите, один человек пережил все. Но на самом деле эти ступени мы проходим ежедневно, абсолютно каждый день. Утром вы встали, с постели встали, вот вы учительница. Ой, беззаботная, вы как бы дочка. Увидели рядом лежит супруг, вы для него возлюбленная. Пошли, помылись, на кухне пошли. Кто вы? Вы жена и мать, которые заботятся о муже, о детях. Пошли на работу, встретили коллегу, подруга. После этого вы заходите в класс, и у вас стратегия, чтобы выровнять состояние в классе, чтобы дети сразу подчинились и послушались, и были готовы к тому, что вы им расскажете. И когда вы видите, что всё под контролем, вы уже делаете так, чтобы в классе старела гармония, вы хранительница домашнего чека. Казалось бы, всего лишь в течение одного дня мы прожили все архетипы. Но получается, что человек не переживает все архетипы. В каких-то он успешен, в каких-то неуспешен. Так вот, сказки позволяют пережить все эти архетипы. Если вы сейчас будете понимать, и вы в дальнейшем, когда будете в классе читать сказки, вы будете знать, на что обратить внимание. Вот какая дочка, какой у неё характер, как она отзывается, как она себя ведёт. А какая возлюбленная. А стратег какой? О чём думает стратег? Это женские архетипы. Переходим к мужским. Мужские, он написан немножко по-другому. Хотя тоже есть, скажем, сын, отец, там, друг. Но здесь немножко по-другому. Можно более разнообразно. Это уже в другой схеме расписано. Шут. Вот опять же возьмём, маленький ребёнчик родился. Он улыбается, смеётся. Всё, что он делает, делает не в попад, но при этом он играет. И от этого его все любят. Следующий, он пошёл в школу. Он ведёт себя, как слуга. Ему говорят, делай это, он делает. Он подчиняется и делает то, что ему приказывают. Дальше, получается, крестинин. Уже в старших классах он думает, как организовать своё хозяйство, на какие предметы обратить больше внимания, чтобы поступить в институт. Или пошёл в армию, скажем. В начале он выполняет всё, что надо, всё, что требуется, чтобы завоевать свою позицию. Дальше он воин. Не с самого начала он воин, пошёл в армию. Нет, он пока учится. Он в этих рядах выстраивает свою позицию. Дальше воин, который защищает. Ушёл с армии. Он уже купец. Ему надо найти работу, показать, какой он хороший. Он уже продаёт, покупает свои интересы. Он знакомится с девушками. Женился. Король своей семьи. Кто такой король? Тот, кто берёт на себя ответственность. Какими-то... Он организует всех подчинённых. Он делает это, делает то. Его задача организовать и обеспечить безопасность этой среды. Дальше учитель. У него рождаются дети или у него есть подопечные, которых он обучает каждого. Что делать на своём месте? Что он от них требует? В какой-то момент он проявляет качество монаха, когда уединяется и пытается понять сам себя, свой внутренний мир. И вот, получается, вот, пожалуйста, мужские архетипы. Взять любую в сказку. В любой сказке есть несколько героев. И они проявляют себя каким-то образом. Я смотрю, есть вопросы. Давайте чуть позже я на ваш вопрос отвечу. Хорошо, я его увидела. Идём дальше. А есть ещё социальные архетипы. Например, любовь. Любовь в семье как проявляется? Через заботу. Когда человек любит дело, своё дело, он что делает? Он превращается, он творец. А на работе тут королевские дворы, архетипы королевского двора. Он правитель. Благодаря любви, которую он проявляет, он проявляет любовь ко всем подчинённым. Он заботится о всех. Свобода. Когда человек стремится в свободе, это в семье героев, которые радостно идёт туда, он выигрывает этот бой, второй бой, третий бой. При этом он бунтарь, потому что приходится сражаться с другими людьми. И, возможно, в семье он тоже хочет расширить свою власть, свою территорию, свою свободу. Он стремится к свободе. Конечно, бунтарь. В какой-то момент он превращается в волшебника, который из обычных будней делает праздники. Гармония – это, может быть, простодушный человек в семье, который вроде бы тихо сидит, ничего не делает. Он стабильный. Он ищет, ищет внутри себя. И в какой-то момент люди понимают, что ведь он мудрый и приходит к нему за помощью. Как ему угораздило вот такому тихому, спокойному, он не такой задиристый, как герой, он не такой ярко заботливый, а сумел 30 лет сохранить семью. И что мы видим? Получается вот такая интересная картина. Богатство. А богатство, что это пахарь человек, который трудится. Если ребятам рассказывают, как можно достигнуть богатства. Во-первых, это человек, который сажает семя, потом собирает. Потом он сражается, вояка, за того, чтобы сохранить вот свои достижения, потом продавать. А когда он продал, он же казначеям копейки считает, что вложить, куда вложить на следующий год урожая. Вот это тому купить одежду, здесь купить что-то сделать. То есть, если мы смотрим, развивается власть, слава – это всё архетипы. Когда мы рассматриваем эти архетипы, то мы понимаем суть героев наших сказок. Есть ещё следующие – внутренние архетипы. Внутренние архетипы – это та трансформация полступенчатая, которую проходит каждый человек. При этом эти трансформации идёт ещё и… Это поступенное развитие любого предприятия, любого дела. Например, вы, у вас новый класс, 1 сентября пришли в класс. В чём ваша задача? Первое, самое первое – привлечь внимание. Здравствуйте, ребята, поэтому вы красиво оделись, нарядное, зашли в класс, звонок даже прозвенел, чтобы привлечь внимание. Дальше что вы делаете? Ваша задача – удержать внимание, ребят. И вы тут что-то интересное рассказываете. И когда они вам послушали, они уже ваши, вы начинаете развивать свою тему. И по ответам этих детей вы фильтруете уже вот этот силён в этом, этот в этом, ему нужна помощь, а на этого надо обратить внимание, чтобы он не помешал. Значит, следует пересадить его в другое место. И дальше начинается зачинание, это зачатие, зачатие новых знаний. В первое время вы просто делаете разведку, это ещё вы ничего не начали. Всё, что было до сих пор – это подготовка почвы. И именно здесь вы начинаете давать знания. Эти знания ребёнок смотрит, изучает, возвращает, идёт домой, проживает с этим, приходит на следующий день. И у него рождаются новые идеи. Почему? Потому что синопсические связи прошли, новая информация состыковалась с тем, что у него есть. И прошли новые идеи. И этот момент рождения, мы в нём восхваляем, взращиваем вот эти самостоятельные мысли, зачатки, которые у ребёнка растут. Потом в какой-то момент идёт трансформация. Что получается? Знания, которые он получил в математике, он применяет где-то в природоведении, или в физике, или, может быть, даже в той же самой литературе. Не по-другому. И после вы отпускаете эту тему. Оно прошло. Осознание идёт какое-то время. И дальше идёт сакрализация. Это уже следующая ступень, когда вы переходите на следующий уровень информации и уже оперируете тем, той частью предмета, которая была осознана. То же самое, если взять создание семьи. Вначале привлекаем, удерживаем, развиваем связи, фильтруем. Что нас устраивает, что нас не устраивает. Зачатие ребёнка или семьи. Рождение, взращивание, трансформация, отпускание. То же самое. То есть в любой, вот это внутренние архетипы, внутреннее развитие поступенчатое. Вот здесь перепрыгивать очень вредно, очень опасно. Как только вы перепрыгиваете, у вас не получается. Если вы пришли в класс и начали прямо с нового урока, дети не настроены. Они вас не слышат. Поэтому что надо сделать? Вначале привлечь внимание, а потом удержать. Вот, казалось бы, такое простое явление. А сколько в нём есть смысла. Если смотреть, всё у нас истина, оно перетекает. Оно постоянно в движении. Вот этот знак, знак Инь-Ян показывает. В белом, нет абсолютно белого. В нём есть искорка чёрного. Капелька. В чёрном есть капелька белого. Нет абсолютно злых героев. Есть добрый герой, который ещё не совершенен. И вот это создаёт, вот это движение перетекает. И я взяла здесь рисунок, который напоминает небеса. Это как вода. Вода же испаряется вверх. Она очищается, потом с неба спускается дождём, проникает в землю. И опять же возвращается в виде чистейшей воды, родниковой воды, источника. А в промежутке, пока вода делает этот путь, она загрязняется, очищая нас. Вот просто мы помыли руки, мы же чистую воду, уже загрязнили, но благодаря этому она взяла от нас грязь и несла. И если взять жизненные ситуации, вот каждое такое явление служит очищением, служит тому, чтобы очиститься, трансформироваться и проявиться в новом качестве. И всё время это движение, перетекание ценностей постоянно меняется. Какая капелька белого была у Гитлера? Знаете, не знаю. Возможно, была какая-то любовь кому-то маленькому человеку. Возможно, эта капелька белого была его внутренней раненой душа, которую в детстве, может, очень сильно поранили. И это белый у него запрятан. Сказать абстрактно очень сложно. Надо изучать я эту тему, не изучала. Но если бы в своё время, в детстве, вот на эту белую капельку уделили бы больше внимания, она бы переросла в озеро, и Гитлер не стал бы тем, кем он стал. И в нашей власти, когда мы видим в ребёнке, что у него преобладают чёрные, заметить эту белую капельку и расширить его. А в тех правдолюбых, которые считают, что они правильные, самые лучшие, показать, что знаешь, у тебя есть тоже место, где ты можешь стать ещё светлее, ещё белее, ещё ярче. То есть создаём стремление. Потому что перфекционизм, желание быть отличником абсолютным во всём и во всех, это тоже не очень лёгкая участь. И, как говорит Черняковского, я бы никогда не приняла на работу отличника, потому что отличники – самые скучные люди. Вот самое интересное такое высказывание человека очень интересного. Потому что они пытаются во всём быть хорошими, но во всём быть хорошими невозможно. И вот в первом вам всегда есть какая-то точка. Гитлер был художником, но его отринули. А мог бы картины рисовать и в политику? Да, да. Но если бы кто-то, возможно, его помог проявиться именно в художестве, он бы, может быть, стал художником. И история у нас была бы совершенно иная. Следующая. Если взять целиком сказку, она великолепна. Она великолепна, она целостна. Каждый герой не совершенен в нём, даже основной герой не совершен, но целиком, когда мы их вставляем, просматривают, они составляют единое целое. И, конечно, посмотреть, чему учат эта сказка. Так, я обращусь к вопросу, который мне дала великородных Наталья Ивановна. Существуют ли какие-либо критерии определения, насколько гармонично развита личность младшего школьника или это субъективная оценка взрослого в каждом конкретном случае? Именно субъективная оценка. Потому что, если взять дети сами по себе, они рождаются очень гармоничными. Окружающая среда оставляет на него определённый след. Нет. Ребёнок для своей семьи может быть абсолютно гармоничным, для школы нет. Или наоборот, в семье его пинают, а в школе видят, какой он добрый и гармоничный. К тому же, скажем, что в разных ситуациях один и тот же человек проявляет разное качество личности. Так, ещё. Насчёт про отличников. Не правда, что они скучные, они разные, как и все люди. Есть большой талант, но отличные оценки даются легко, есть много для всего прочего. Когда человек, вот когда отличник включает шута, он прекрасен. Когда он включает в себя судьё, это уже получается скучным. Вот в чём разница. Когда человек пытается преуспеть во всём, потому что так надо, это усложняет ему жизнь. Когда он преуспевает во всём, потому что ему это интересно, он может быть отличником, он может быть суперотличником, кем угодно. Так этот человек счастливый. Вот в чём. Но отличники обладают другим хорошим качеством. Они очень... Им можно доверять. Они отзывчивы, отзывчивы. И их легко использовать. Их очень легко подчинить, использовать. И многие люди этим пользуются. Эксплуатируют отличников, потому что отличник пытается добиться отличных результатов во всём. Да, любая оценка, это субъективно. Итак, посмотрим сказки. Кстати, сказки очень интересные. Так, я сейчас смотрю, у нас пошла интересная беседа. Не следует думать, что отличник кого-то включает. Моя дочь была отличницей, училась среди отличников. Они разные. Зачем им шута включать? Нормальные дети. А, смотрите, почему вам кажется, что шута включают или нет? Когда у человека есть любовь, я не хочу никого обидеть. Когда у человека есть любовь к тому, что он делает, это одно. Но, когда он хочет, чтобы все его хвалили, он зависит от чужой субъективной оценки. Вот здесь у него появляются болезненные явления в дальнейшем. Очень сложно складываются личные отношения, отношения с самим собой у людей, которые подстраиваются по другим. Если, я опять говорю, если ребенок это делает, любя, с радостью, ему интересно делать то, что это, великолепно. Итак, сказки. Герои олицетворяют явление природы жизненной ситуации. Нужно иметь в виду, что иногда в сказках и эпосах с помощью героев, которые там пакостят или что-то делают, иносказательно показывают явление природы, жизненные ситуации. Можно рассматривать сказку еще по-другому. В версии одну и ту же сказку рассматривают, что там нет отрицательных героев, но есть этапы роста личности. Третья версия. Все герои явления едины. Это проявление различных ипостасей одной личности одного героя. Как это будет, мы позже чуть рассмотрим. И отрицательный герой, это на самом деле теневая сторона главного героя. Главный герой выигрывает тогда, когда он в своих действиях берет одно маленькое качество теневого героя. Отрицательного героя. Как только он берет его оружие, с его оружием им борется, он выигрывает. Возможно, это показывает именно ту гибкость, о которой мы и говорим. Былины, эпосы, вообще сказки. Если взять, победа – это главная цель героя. Кем бы ни был герой, какая бы ни была ситуация, у него одна цель – выиграть. Победа, а что такое победа, по сути? Это дело, доведенное до полного успешного завершения. Вот обратите внимание, можно сделать очень много хороших дел, но не доводить до конца. Когда мы его довели до конца, то это уже победа. Вот задача сказки – показать ребенку, как герой же преодолевает кучу препятствий. Там есть преодоление, он проявляет стойкость, он проявляет целеустремленность, он проявляет концентрацию своего внимания, всех своих сил, и благодаря этому выигрывает. Так, это касается художественного литера в целом, не только фольклора. Ага, а все, действительно, то, что у нас называется гениальными творениями и качественными, то это так и есть. Победа – это дело, доведенное до полного успешного завершения. Смотрите, что самое интересное. Сколько интересных открытий было у наших русских ученых, но эти открытия были запатентованы за границей одновременно. Другие ученые работали в этой области. Выигрывал тот, кто первым патентовал и доводил, упаковывал эти знания. Сделать открытие – это очень мало. Надо найти способ использования этого открытия, его упаковать, сделать каким-то образом, донести до людей. Вот это и есть победа. Прекрасный футболист, пока он не забил гол, он не победитель. Побеждает тот, кто делает финальные действия, доводит до завершения. Поэтому очень важно еще и детей научить доводить дела до завершения. Иногда это бывает очень сложно. Почему? Потому что наш урок имеет время. 45 минут, 40 минут в первом классе, там 35 минут. И если ребенок не успевает что-то доделать, а урок закончился, что получается? Ну ладно, мы поставили ему тройку за недоделанное, и он привыкает. Но тройку сделал – закончил. Но дело-то не закончено. Другое дело, если он эту тройку хотя бы получит за то, что все довел от начала до конца, он прошел весь цикл. Ну и вот это качество можно развивать и на уроке математики, и на уроке физики, даже не рассказывая сказки, ничего не делая. Но важно, чтобы ребенок в любом деле весь цикл архетипически, помните, вот эти рождения, зачинания и так далее, чтобы он все прошел от начала до конца, многократно. Тогда это формирует качественно гармоничные личности, которые могут довести дело до конца. Иначе есть очень много гениальных, талантливых людей, которые медлительны, причем потому что они киноэстетики или аудиалы, у них природа такая. Они глубоко углубляются, не успевают докончить. И время, которое ему уделено, оно, его недостаточно. Что получается? Он не проходит весь цикл. Он не проходит весь цикл, и даже если у него были такие очень светлые намерения, они не доведены до результата. И смотрите, какие обязательные элементы есть в сказках. И на них обязательно надо проявить внимание. В самом начале есть конфликт и препятствие. Что-то случилось, образовался конфликт. Как эти конфликты решаются? Всегда есть соперник. И появляется вдруг, когда герой работает, какое-то чудо, какой-то случай. В этот момент приходят помощники. Переломный момент случается, их больше двух. И победа. Ну, возьмем, к примеру, Золушку. Конфликт был в том, что она жила при матчике, надеялась на отца, а отец вроде бы должен защищать дочь, а он никак не может этого сделать. Он не проявляет свои отцовские качества. У меня она оказалась в среде негармоничной. У нее препятствие. Появляются соперницы, дочки, мачехи. Они соперницы. Чудо, случай. Это же вначале это бал. Вдруг получается случай, такой удобный. Бал должен случиться. А потом появляется фея. Или когда мы смотрим другой вариант, три орешка для Золушки, она вдруг встречается с принцем в лесу. То есть эти случаи повторяются. Появляется помощник, которые ей помогают выйти туда, оказаться на балу. И переломные моменты. Их несколько. В тот момент, когда она пошла на бал. Второй момент, когда начали искать, она потеряла туфельку. Третий момент, когда начали искать эту туфельку. В итоге победа. И так в любой сказке мы показываем, что когда ты идешь определенный путь, будь зорок, открой глаза, и замечай эти подсказки, помощники. Иногда помощники появляются каким-то непонятным образом, и люди упускают. Например, сказка «Курочка ряба», которая снесла золотое яичко. О чем эта сказка? О том, что вдруг курочка снесла золотое яичко. Этот человеку был дан дар, великий дар. А он его не распознал. Он пытался его сломать, он взял и сломал. Он сам не мог, он видит, что он не то, он продолжает долбить в одну точку. И не понимает, что, наверное, это нечто такое, на что надо обратить внимание, изучить, по-другому подойти. Вот этот внутренний талант, который они распознали. Ну что ж, снесу я вам обычное яичко. Не захотели бы золотого яичка. Вот о чем эта сказка? Сказка-то очень мудрая. А вот эти слои, они потерялись. Вообще, если посмотреть сказка-терапию, рассмотрите, сказка-терапия сейчас очень хорошо изучает эти вещи. И как обычная сказка накладывается на подсознание ребёнка, какие слова каким образом действуют. Поэтому очень важно любое произведение искусства разобрать досконально каждого героя, каждую ситуацию, чтобы пошло внутреннее осознание. Так, смотрим тут. Ещё нужно вспомнить, что герои сказки попадают в иной мир. Это характеризует именно сказку, а не всякое художественное произведение. Да, там в ином мире проявляются феи, дорогу указывают, курбочек. Ну, давайте, да, иногда в ином мире или где-то. Сейчас мы пойдём интересную вещь. И я заметила в сказках. Сейчас мы увидим действительно, когда качество главного героя. У главных героя в народном творчестве всегда есть определённый набор качеств. Это герой сражается ради кого-то. Не ради себя. Он достигает каких-то целей. Герой не проявляет злости. Он идёт к цели, устраняя препятствия. Он не злится, что на него напали. Он думает так. Он не тратит время на зло. Вот зло – это регрессивное, отрицательное явление, которое абсолютно не помогает. Что можно сделать? Идёт дальше. Герой не унывает. Препятствия его раззадолят. Он включается азарт. Он действует. Он обращается за советом и помощью. И, конечно, в конце он побеждает над врагом. А качество – главная героиня. А девушка-героиня – это совершенно другая. Она послушна, но в определённый момент нарушает правила. Та же самая золушка, что она сделала? Ей запретили идти на бал. Она пошла. Это позволяет ей встретиться со своей судьбой, со своим счастьем, пройти путь. Героиня проявляет гибкость ума, ловкость и хитрость. Если герой прямо идёт, да, тоже хитрит, тоже что-то, то у героини больше вот это нежное, невидимое. Она готова оказать услугу, за что её награждает. Вот царевна-лебедь. Она же исполняла мечты героя или взять любую героиню. Она обладает тайной какой-то силой. И у неё есть тайна. И третье – девушка часто преображается, трансформируется. Вот царевна-лебедь, она же лебедь превратилась в девушку, царевна-легушка или девушка в ослиной шкуре, золушка, она же тоже преобразилась. И вот эта готовность женской сущности измениться, подстроиться под новые обстоятельства – это и есть её победа. И победа у неё власть над сердцем героя. И если герой всегда сражался ради кого-то, ради чего-то, героиня – ради власти над сердцем героя. Она всегда сражается сама за себя. Вот самое интересное. Почему? Потому что женщине нужно родить детей, следить за детьми, заботиться о них. Так, Емелья пытается плыть по чечению, а всё равно попадает в ситуации, в которой приходится проявить лучшие качества характера. Да, Емелья своеобразный герой, потому что у него очень сильная интуиция. Он просто ждёт. Он просто ждёт, какой характер выезжает за счёт щуки. А вот его характер в том, что прислушаться к интуиции и в какой-то момент оказаться в нужном месте в нужное время. Там не только щука была, а действительно. Это тоже интересная сказка. Но вот сказка о щёке – это отдельная история, и можно целый отдельный вебинар посвятить. Итак, отрицательные герои. Что характеризует отрицательного? За одним проступком следуют другие. Он делает один проступок, потом пытается его утаить, потом его исправить и так далее. Временный успех. Да, он вначале выигрывает, но потом, конечно, проигрывает. У него отсутствует мера, он ненасытен. В душе есть незавживающие обиды. Его кто-то когда-то обидел. И он не справился с этой обидой. Если бы он справился с этой обидой, он не превратился бы в отрицательного героя. Смотрите, у нас положительный герой. Он не обижается. С шуткой. Пошёл я. Просто оттолкнул обиду. Понятие обиди. Отрицательный герой обладает некой силой, но иметь слабую точку. То есть всегда есть какая-то точка. Вот эта иголка в яйце, яйца, в утке и так далее. Вот эта слабая точка. Коснись его и всё. Надо просто знать, как только ты коснёшься этой точки, слабой, маленькой точки, при приложении минимальных усилий, можно победить его. Поэтому вся задача в том, чтобы знать, где и как приложить эту минимальную силу. И часто имеет одну тактику. Действие не проявляет гибкости. В то время, как основной герой, он многогранен. И смотрим, что. Семья – это ячейка общества. Принятие силы своего пола позволяет раскрыть личность ребёнка в полной мере. Если он в семье раскрылся, он раскроется в работе, он раскроется в обществе. Патриотизм – это тоже важное качество. Это любовь к отечеству, преданность ему, стремление своим действиям служить его интересам. Мы смотрим, что у нас. Это российские гербы разных эпох, разных времён. Смотрите, государства сменялись, государственные строи менялись, но Россия-то осталась. И то, что, когда в самом начале мы говорили о нравственности, вот были промежутки, которые прошли, которые остались, которые перешли. И очень часто любовь к родине, патриотизм сменяется в ненависти к врагам. Но, друзья мои, это не означает любовь к родине. Вот служение есть проявление любви к своей родине. Что такое служение? Вот эта таблица, я окей, это такая интересная вещица. Дело в том, что, почему я её вывела? Иногда, когда мы говорим о патриотизме, давайте скажем честно, в течение года у вас сколько мероприятий, посвящённых победе в Великой Отечественной войне? Огромное количество мероприятий. История России, даже если взять советскую эпоху, 70 лет. Война длилась всего лишь 4 года, 5 лет. Ну, даже если взять разруху, которая была до того, ну, пусть будет 6-7 лет. Там, 18-е, 19-е годы. И что? А в нашем учебный год, который в нашей жизни, несравнимо больше времени уделяется именно этой теме. И патриотизм, вместо того, чтобы мы оценивали вот это служение, как проявление любви, как учёные делали открытия, как люди строили свои города, мы говорим о войне. А давайте, что такое война? Война – это ситуация, когда в начале войны я не окей, ты не окей, они плохие, злые напали на нас. Это что? Это позиция человека, когда он беспомощный. Я не окей, ты не окей. Вообще, безнадёжная позиция. Делать вообще ничего не стоит. Позиция уже, когда мы выигрываем, всё это гневное, избавиться, она гневная. Мы сейчас победим их. Я хороший, у меня получается, а они вон бегут. Но это всё не то, понимаете? Гармония – это когда я окей, ты окей, у меня хорошо. И в этом состоянии мы можем найти общий язык, быть счастливыми. И смотрим дальше, что же получается. Вот эти позиции, единственная здоровая позиция – это я окей, ты окей. Остальные – депрессия, параноидальные, шизоидные. И когда мы весь год говорим про победу, мы, кажется бы, говорим про победу, но мы детей ведём в депрессию, в параноидальные, шизоидные состояния, психоэмоциональные. Мы хотим ли мы этого? Нет. Вот это и есть благие намерения, которые ведут не туда, куда надо. Вот пассивность и жизненные позиции. Когда у нас плюс-плюс, я окей, ты окей, это ответственность. Когда я хороший, другие плохие, это возбуждение. Сейчас, дети, я буду отстаивать свою правду. Да? Когда у нас ничего не делание, сверх адаптации. Ну, что поделать? Вот я такой плохой, значит, я должен подчиняться. Я должен... Вот он слабый, он так затёканный. И следующее, а что делать? Всё равно, что бы я ни сделал, меня разрушат, меня будут ругать, двойку поставят. И они плохие, и я плохой. И у нас идёт вот жалоба на всё, весь государственный строен на жизнь. И это получается как раз вот эта шизоидная форма. И поэтому мы на что нацениваем внимание? На жизнь, на то, что строят. Что строят? Хороводы. Вот хороводы это прекрасное народное творчество, которое развивает нравственность. Почему? Потому что идёт групповое взаимодействие. При этом у людей очень высокий эмоциональный тонус. У них физическая активность, они ритмично подстраиваются, они подчиняются друг другу. Но согласие никто ни над кем не давлеет. Это добровольное подчинение. И дальше мы смотрим вот такую систему. Это тоже очень интересная вещь. Что получается? Если мы говорим о войне, мы видим гордыню. Мы победили в войне. Давайте оставим апатию, горе, страх. Вот идёт гордыня. Это розовые ступени, самые высокие. Это пренебрежение, чеванство. Когда мы делаем хоровод, что у нас получается? У нас смелость, у нас нейтралитет, принятие, любовь, радость. Вот высокие эмоциональные состояния, при котором человек успокаивается. Он метаморфозы. Что самое интересное в этой таблице? Человек меняет мир в добрую и строгну, когда он находится в голубой зоне, когда он эмоционально находится в розовой зоне, в нижней зоне. У него он впадает в депрессию, у него всё время идёт падение настроения вверх. Он не в состоянии принимать положительных решений, жить счастливо. Следующее. Каким образом мы можем развивать в детях гармонию, это счастье, вдохновение. Вот смотрите, гармония счастья и вдохновения. верхнее, предпоследнее наверху состояние. Вот когда человек творит, вот когда рисует гжель, вот смотрите, какие красивые голубые цвета, балахнинская кружева, павловский платок, хохлома. Когда ребёнок сидит, творит вот эту красоту, что он чувствует? Он счастлив в процессе, он в гармонии живёт, он вдохновлён. И в конце я задаю вот такой вопрос, это уже завершение нашего вебинара. Родина моя, где твои границы? Вот здесь наверху дворовая компания хоккейная. Для них Родина это их двор, они сражаются с другим, соревнуются с другим двором, это их двор, Родина, малая Родина. Это Шарапова, Мария Шарапова, она защищает честь своей страны. Здесь Александр Флеминг, человек, который создал лекарство пенициллин, пенициллин, выделил пенициллин, который спас жизнь людей. И что он сделал? Он просто запретил его ограничения, он раскрыл это открытие для всего мира, чтобы абсолютно все могли его использовать. Где его Родина? Он расширил границы своей Родины до всей Вселенной, чтобы в любой стране, в любом месте человек больной мог бы лечиться этим лекарством. Другой человек, Николай Римский Корсаков, это вообще человек глубочайшей, величайшей души. Благодаря ему мы имеем те оперы, которые могучие кучки, потому что там в основном были композиторы, которые были неграмотные, они просто писали в одну линию произведения, а вот Николай Римский Корсаков их оркестровал, их упаковал, довел до совершения, до полной формы. Его Родина не имеет временных границ, его Родина не имеет территориальных границ. Родина, где твои границы? Вот и это я спрашиваю. В итоге, друзья, на этом я хочу закончить, нравственность это то, что безгранично. И людей, детей мы наших можем учить через красоту, через гармонию, через вдохновение. Ну что ж, я немножко зашла за время предназначенное нашему. Надеюсь, информация была полезная и благодарю вас за то, что вы здесь присутствовали и своими комментариями делали наш разговор более интересным, актуальным математическим. Спасибо. Передаю слово Павлу Юрьевичу. Кстати, вы уже видите ссылки, можете пройтись по этим ссылкам и оформлять сертификаты. Уважаемые коллеги, огромное спасибо за активное участие в нашем вебинаре. сегодня вебинар не оставил наших слушателей равнодушными. Большое спасибо нашей сегодняшней ведущей Айкуш Зарайвни. Я напоминаю, что этот вебинар не последний вебинар Айкуш. Вот наверху вы видите ссылку. Она немножко уходит в чате, но если вы будете листать наверх, увидите ссылку со следующим вебинаром, который состоится 19 числа. Я вас всех жду на этом вебинаре. Надеюсь, вам эта тема тоже будет. Информация по сертификатам давайте я еще раз ее разверну наверх. Вот здесь можно будет приобрести сертификат. Для этого надо в поиске указать либо свою фамилию, так как вы ее набрали при регистрации на вебинар, либо свой e-mail, под которым вы зарегистрировались, и после этого произвести все действия в соответствии с тем, как было показано ранее. Надеюсь, это совершенно несложно. Ну что ж, я всех жду на новых вебинарах Директ Академии. Благодарю всех за участие в вебинаре. Академия. Продолжение следует...